От табличек советских времен до раритетных телефонов житель Чистых Прудов открыл в своем дворе целый музей. Три года назад Василий Бочкин решил стать сталкером. Представители этого движения бродят по заброшенным зданиям и собирают артефакты, то есть старинные вещи. А уже сегодня рядом со своим домом Василий Бочкин собрал около полусотни экспонатов советской эпохи. Друзья сталкеры подарили телефон. Телефон 1985 года выпуска. Телефон советский, правда, уже две копейки переделан в карточку. Телефон и аппарат советского времени вполне рабочий. Василий Бочкин говорит, достаточно подключить его к сети и можно звонить по любому номеру. А вот коммутатор с 60-х годов всего лишь муляж, но сохранился настолько хорошо, что выглядит как новый. Огороженная забором территория во дворе и небольшой сарай и есть уникальный музей Василия Бочкина. Среди обычных экспонатов множество табличек советского времени, но есть и уникальные вещи. Например, именные трудовые книжки с начала 20 века или школьная форма времен СССР. Может быть, мне посодействует администрация города Кирова в планах купить списанный троллейбус. Я знаю, что их сейчас разбирают на металлолом. Купить списанный троллейбус, поставить его туда на свой участок, все это перенести в коллекцию и постоянно дополнять. По словам Василия Бочкина, с каждым днем желающих увидеть коллекцию артефактов советского времени становится больше. Люди записываются на экскурсии в социальных сетях. Василий Бочкин мечтает о том, что однажды откроет большой музей. В него за символическую плату сможет прийти любой желающий. Здесь можно будет отдохнуть и погрузиться в атмосферу советского времени.